В период подъема заболеваемости используйте одноразовую медицинскую маску в целях профилактики гриппа. Надевайте маску в местах большого скопления людей. Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Меняйте маску на новую каждые 2 часа. Носить маску на улице нецелесообразно. Повторно использовать маску нельзя. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Грандиозное шоу «Богенская рапсодия» с симфоническим оркестром. 14 октября. ДК Солдатова. Хорошо видеть, прекрасно выглядеть. Магазин оптика – ваше решение. В магазине «Купипол» новая акция. Настоящий немецкий ламинат «Эггер» со скидкой 30%. Я-я, зергут. «Купипол» – это широкий выбор качественных напольных покрытий от производителей. Это квалифицированная консультация специалистов, помощь в выборе и советы по уходу. Доставка. Можно заказать профессиональную укладку. Магазин напольных покрытий «Купипол». Улица Гагарина, 3, торговый центр «Башня». Большая меховая распродажа. Прямая продажа от ведущих фабрик России. Город Кунгур. 7 октября. ТЦ «Центр». Второй этаж. С 10 до 19 часов. Меховые изделия до 72 размера. Скидки на лекарства и другие товары до 40%. Весь октябрь в аптеках Живика скидка на Лавамакс 25%. Крион 10000 – 25%. Рингалин – 35%. Максикол Трино – 35%. Терафлекс – скидка 1365 рублей. Элевит Пронаталь – скидка 750 рублей. И многие другие товары со скидками до 40%. Узнайте цены со скидками на сайте Живика. Аптеки Живика. Скидки на лекарства до 40%. Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412-82. Симфоническое шоу «Богемская Рафсодия». 14 октября. ДК «Солдатова». Первое. Кунгурское радио. Стоит Рефы. Сделано в Кунгуре. Кунгурское радио. Рефы. Сделано в Кунге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь задача Евгения Белозерова и других лесничих следить, чтобы росту будущего лесного богатства ничего не помешало. При посадке леса мы стараемся получить ценные породы деревьев. Это хвойные породы. В данной ситуации это у нас ель сибирская здесь посажена. Деревьям при посадке обычно уже несколько лет. Их поставляют из специализированных питомников. При камне таких 22. Только в прошлом году здесь вырастили 23 миллиона сеянцев. Этого хватит, чтобы в полтора раза обеспечить все необходимые лесопосадки в крае. Вот так лесопосадки выглядят примерно через полвека. В таком лесу уже не заблудишься и гулять здесь одно сплошное удовольствие. Но свою функцию деревья полностью выполняют. О лесном хозяйстве говорят и на заседании регионального правительства. В Пермском крае сегодня успешно реализуется федеральный проект сохранения лесов в рамках национального проекта «Экология». Общий объем финансирования 166 миллионов рублей. Мы участвуем во всех федеральных проектах. Уже 21 единицу технику получили, доставили. Она у нас станет на вооружение, начнет работать уже в следующем году. Также ждем поставки еще новой техники. Новая техника помогает бороться с лесными пожарами. Засушливое лето принесло свою невеселую статистику. Пермский край по количеству лесных пожаров в Приложском федеральном округе занимает третье место. При этом по средней площади ликвидации мы на восьмом. Это говорит об эффективности работы всей системы. Очень важно, что достаточно большое количество пожаров у нас ликвидируется первые сутки. То есть мы пресекаем распространение этого стихийного бедствия. В регионе уже несколько лет действует четырех уровней система мониторинга. Пермский край меняется. Всероссийская акция «Сохраним лес» привлекает сегодня не только профессиональных лесничих. Деревья сажают все неравнодушные люди. Так, этой осенью в течение двух недель участники акции высадили 53 тысячи саженцев. Ели, сосны, кедра и дуба. Сергей Овчинников, Александр Хробыстов. Вести. Пермь. Команда. Мы все сами молодые, мы сами инициативные, мы сами хотим в этом работать. И каждый в рамках своей компетенции мы ребят именно поддерживаем. Наталья Владимировна рассказывала ребятам, как проекты правильно составить, написать какой-то социальный проект, как его реализовать, на что обратить внимание. Если у ребят это касается какой-то IT-технологий, они не понимают, но они хотят. Пожалуйста, я их жду здесь, все, что знаю, расскажу. Самореализовываться под присмотром наставников и развиваться грамотно – одна из основных задач молодежного ресурсного центра, не так давно открывшего свои двери в нашем городе. В удобном здании в самом центре объединяются идеи и мысли, воплощаются проекты, реализуются самые амбициозные задачи. Молодой в буквальном смысле слова коллектив один за другим создают интересные условия для развития молодых людей. Наставничество и поддержка – главный смысл работы организации. Такие центры открываются по всему Прикамью. Кунгур стал еще одной точкой на карте. С рабочим визитом наш город посетила заместитель министра по туризму и малойежной политике Перамского края Юлия Баландина. Цель – оценить потенциал ресурсного центра и обсудить планы реализации проектов. Компания «Парк» доставила нам новейшую технику и возможность получать какие-то консультации, обучение, стажировку для людей, которым это интересно. Вот сегодня у нас здесь пока работали студенты IT-направления СИФОСКОДЕШ. Только дети не договорены применительно, а только те, кому это интересно. Вместе с коллективом Юлия Баландина обсудила направление работы с молодежью и перспективы реализации молодежной политики на территории Кунгурского муниципального округа, а также наметили вектор развития ресурсного центра. Переоценить важность такого центра, наверное, сложно. И вот почему. Когда у молодого человека есть потребность в тех или иных ресурсах, в компетенциях, в сопровождении наставника более взрослого, он их должен где-то получать. При этом важно еще отметить, что на текущий момент достаточно сложно молодому человеку пройти социализацию, то есть примерить на себя разного плана социальной роли. Роль лидера, роль ученика, роль, условно даже, как мне внутри компании общаться. А вот я, если вот так вот поступлю, как со мной поступить дальше? Вот эти институты, так называемые, социализации, они на текущий момент практически утеряны, и задача молодежного центра – восстановить. А раньше-то это что было? Давайте вспоминать будем, насколько увеличилась нагрузка по объему информации молодого человека за последние 10 лет. Тут не сравнимо даже, конечно. Было ли у нас свободное время потратить на общение со своими сверстниками? Раньше? Раньше. Словно. Словно. На текущий момент, когда говорим, что был ли двор институтом социализации? Да, да. Сейчас они есть? Ну, практически нет, да? И основной из задач вот такой молодежной политики – это помочь молодому человеку повзрослеть. Не наделить его только какими-то образовательными навыками, либо вот социальными навыками. Это все в комплексе. Мы должны его вывести во взрослую жизнь, когда он становится самостоятельным субъектом, способным принимать решения, которые в дальнейшем обеспечат благосостояние его, его семьи, ну и, конечно, в том числе и региона, потому что успешный человек обеспечивает успешность региона. Молодежно-ресурсный центр приглашает всех жителей нашего округа. Молодежь до 35 лет. Здесь помогут реализовать себя, защитить проект и понять свою важность в этом мире. Все подробности можно узнать, в том числе и в социальных сетях. На днях Кунгур посетили историки и общественники из Перми и Республики Башкортостан. Гости приехали не с пустыми руками и важной миссией. В сквере известных купцов, чай и торговцев было решено посадить новые деревья. Саженцы сорта «Яблонь Башкирский красавец» украсят сквер уверенные инициаторы акции. Во всем любимом народном нашем сквере Кубкина приживутся и будут через много лет, не много лет даже, да, владоносить. Через год. Через год, да. Будем наблюдать, как они будут подарить нам яблочки. Каждый раз будем вспоминать сегодняшний день. Организаторами акции выступили представители Союза предпринимателей Кушнаренковского района, Международной ассоциации журналистов, а также историко-краеведческого музея села Кушнаренково Республики Башкортостан. Акция связана с династией купцов-гребушиных. О них знают не только в Кунгуре, но и далеко за его пределами. Оптовая торговля с сахаром и китайским чаем велась довольно широко. Товар продавали в Перми, Уфе, Екатеринбурге и на крупнейших ярмарках страны. Кроме чая-гребушины занимались селекцией плодовых культур. На Южном Урале, где кунгурские купцы также вели дела, они и разводили сорт яблонь «Башкирский красавец». Грибушин, когда купил имение, он обосновал там сад. Яблоневый сад. Привез 300 саженцев двух разных сортов. В советское время на базе этого сада, на базе этих двух сортов, были выращены два сорта яблонь – «Башкирский красавец» и «Сеянец титовки». И вот когда мы познакомились с ребятами из Перми, из Кулунгура, торговый дом Грибушин, когда они приезжали к нам в гости, тогда у нас зародилась идея. Вот эти яблони от нашего селекционного центра, Кушнаренковского, посадить именно на родине Грибушина. Это в Кунгуре и в Топорнином. Что, в принципе, мы и воплотили. Всего в сквере высадили пять новых саженцев в знак памяти об известном купце. За большой личный вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия, заложенного на башкирской земле Кунгурской купической династии Грибушиных, гостям вручили благодарственные письма. Грибушины переехали к нам в Кушнаренково в 1863 году. Представляете, столько времени прошло. А односельчане до сих пор помнят, потому что Грибушины были крупными меценатами не только в селе Кушнаренково, но и в городе Уфе. То есть они вот жили между Кушнаренково и Уфой. У них бокалейные лавки были и в Уфе, и в Кушнаренково. У нас была огромная пристань, благодаря в том числе и им. Антонина Ивановна в 1905 году, когда сын умер, Иннокентий умер, она построила земскую больницу и передала нашим жителям. И эта больница до сегодняшнего дня функционирует. Там сейчас детская поликлиника. Купцы Грибушины сделали в свое время много добрых дел для жителей не только Кунгура, но и башкирской земли. Их фамилия известна в разных городах и селах Урала. Благодаря таким акциям память о заслугах меценатов передается и умножается в поколениях. В Кунгуре бывшему директору бюджетного учреждения культуры предъявлено обвинение в присвоении имущества и растрате денежных средств. Как установило следствие, обвиняемая, как должностное лицо имело право распоряжаться товарно-материальными ценностями и деньгами, находящимися на счетах организации. Так, еще 20 марта руководитель, используя служебное положение, заключила договор на оказание санитарно-гигиенических услуг, переведя за них из бюджета культурного учреждения 10 тысяч рублей третьему лицу. Также в ходе следствия установлено, что тогда же директор составил эффективный акт о выдаче сотрудникам подарочных сертификатов на сумму 30 тысяч рублей, которые в действительности присвоила себе. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба полиции Кунгура. Участковый полиции спас на пожаре жителя Березовки. Все произошло вечером 28 сентября, когда старший лейтенант полиции Алексей Петров, объезжая свой участок на центральной улице, заметил клубы дыма, идущие из-под крыши двухэтажного деревянного дома. Не теряя времени, полицейский поспешил к месту происшествия. В этот же момент он получил сообщение с дежурной части о возгорании. Забежав в подъезд, Алексей Петров понял, что в квартирах первого этажа людей нет, а на втором этаже есть помещение, закрытое изнутри, возле очага возгорания. Пламя уже практически полностью охватило одну из стены потолок, в коридоре стоял дым. Страж порядка постучал в дверь, но не получив ответа, взломав ее, проник в квартиру, где на диване без сознания лежал мужчина. Немедля он свалил односельчанина на плечо и вынес на улицу. Благо все обошлось, мужчина пришел в себя, а доблестный полицейский продолжил свою работу, опрашивая очевидцев и уехал только тогда, когда пожарные ликвидировали возгорание. Футбольный клуб «Кунгур» стал серебряным призером чемпионата Пермского края. Так, в минувшие выходные на стадионе «Звезда» состоялся заключительный матч 18-го тура чемпионата Пермского края по футболу среди команд 1-го дивизиона. В итоговом матче между нашей командой «Шор-Звезда» решалась судьба золотых наград чемпионата. Как делятся очевидцы, в решающей схватке «Кунгурикам» не хватило немного удачи. Итоговое табло отобразило счет 0-1 в пользу соперников. Таким образом «Шор-Звезда» стала чемпионом «Прикамья» этого сезона. Почетное второе место заняла наша команда. Тройку лидеров замкнула энергия из Чайковского. Несмотря ни на что, текущий результат стал лучшим для футбольного клуба «Кунгур» за всю историю, что, несомненно, стало победой для его участников, с чем их и поздравляют все любители этой захватывающей игры. В Кунгурском округе поздравили прекрасную пару, отметившую 55-летний юбилей семейной жизни. Супругам Владимиру и Ольге Лушниковых вручен памятный знак за сохранение семейных ценностей, утвержденный указом губернатора «Прикамья». Лушниковы являются примером социально ответственной семьи, основанной на взаимной любви, заботе и уважении друг к другу. Владимир Дмитриевич и Ольга Семеновна вырастили и воспитали трех прекрасных детей. Оба сегодня являются ветеранами труда. Ранее глава семейства был отмечен медалью за доблестный труд. Это очень дружная и трудолюбивая семья, в которой всегда царит атмосфера взаимопонимания, любви и нежности. Помимо юбиляра, в текущем году почетным знаком отмечены три семьи Кунгурского округа. Управление развития территории примет на работу специалиста отдела по правовым вопросам. Требования – высшее юридическое образование, опыт работы в бюджетной сфере. Резюме направлять на адрес электронной почты. В Кунгурской центральной городской библиотеке имени Хлебникова состоялась онлайн-конференция проекта женского клуба «Глория. Школа взросления», признанного победителем первого краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям в текущем году. Суть проекта заключается в получении необходимого багажа знаний подрастающему поколению на пороге вступления во взрослую жизнь. Вы находитесь в период взросления, и надо приучить себя следить за принятием социального законодательства. От этого зависит благополучие вашей семьи. Сегодня у вас есть такая возможность получить из первых уст информацию. Она может понадобиться вам и вашей семье в разные периоды жизни. На конференции автор проекта Ирина Марина представляет проект «Школа взросления» в виде слайдов, где выступаются ведущие общественницы и представители социальных учреждений. А участниками стали учащиеся старших классов первой и десятой школ. На мероприятии ребятам предложили заполнить анкеты и поучаствовать в конкурсах на лучшие посты конференции или написать сочинение, главной темой которого станет «Семья и семейные ценности». Семья – это основная ценность общества. От того, как она будет выполнять свои функции, зависит будущее страны. А у вас должен быть запас знаний о том, что такое семья и какая поддержка есть у государства для семей. Цитирую. «Благополучная крепкая семья с детьми – это и есть будущее России». Слова принадлежат президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Ирина Марина наглядно рассказывает о мерах поддержки российских семей с детьми, дополняя рассказ списком наград, положенных ячейкам общества, являющихся примером семейных отношений. Особое внимание организаторы уделяют вопросу об угрозе прерывания беременности молодыми мамами, в том числе и немедицинскими путями. На одном из слайдов заведующая женской консультации Кунгурской больницы Наталья Кирьянова рассказывает о последствиях медикаментозного аборта. Во время проведения медицинского аборта, поскольку эта операция делается вслепую, то есть врач работает чисто интуитивно хирургическими инструментами, которые довольно острые, и может произойти как ранение шейки матки, так и ранение самой матки с повреждением внутренних органов брюшной полости. Дополнили доклад специалисты по вопросам ответственности родителей за воспитание детей. Заместитель начальника территориального управления развития Кунгурского округа, начальник отдела опеки и попечительства Светлана Купина рассказывает о том, в каких случаях непутевым мамам и папам грозит лишение родительских прав. Если лишаются граждане родительских прав, в случае, если они уклоняются от ухода из-за надзора за детьми, отказываются забрать их из организации, социального обслуживания, либо медицинских учреждений, жестоко обращаются с детьми, либо страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией, или другим тяжелым хроническим заболеванием, а также в случае, если родитель совершил умышленное преступление против жизни и здоровья детей, либо второго супруга. Автор проекта «Школа взросления» Ирина Марина отмечает, этот год стал богат на появление мер социальной поддержки для семей с детьми. Так, человек, ставший родителем, может рассчитывать на получение пособия от государства от рождения до достижения ребенком восьми лет. Правда, здесь необходимо соблюсти ряд условий. Также появилась поддержка одиноких родителей. Помимо прочего, расширились возможности получения материнского капитала. Подробно с пособиями по беременности и родам ребят ознакомил руководитель группы работ со страхователями фонда социального страхования Максим Пеленев. Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам. Пособие по беременности и родам исчисляется, исходя из среднего заработка, за два предшествующих годы. Года предшествует к году наступления страхового случая, в котором наступает отпуск по беременности и родам. С 2022 года выплата осуществляется без учета работодателя, то есть напрямую из фонда социального страхования. В рамках реализации проекта организаторы провели квесты групп, где участникам предложили разделиться на группы. На нескольких подготовленных станциях школьникам предстояло пройти обучение, где и пригодились заранее полученные знания. Проект «Школа жизни» – совершенно новое направление развития сознательности подрастающего поколения. Знать, какая ответственность ждет тебя при вступлении в эту самую взрослую жизнь, создание семьи и рождение детей – очень важно. Ведь зачастую подросток остается с этими вопросами один на один. Благодаря автору такой нужной информационной ниши Ирине Мариной и победе ее проекта на первом краевом конкурсе социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края, уже сегодня проведена первая конференция с участием школьников Кунгура, где они смогли подчеркнуть для себя много полезного. Кстати, для активистки Ирины Мариной это не первая победа. Два года назад ей уже удалось получить президентский грант. А первые итоги проекта «Школа жизни» будут подведены в конце марта следующего года на итоговой конференции. В Кунгурском округе с душой отметили международный праздник «День пожилого человека». В зале собрались все те, кто посвятил свою жизнь и развитию нашей малой родины, те, кто богат бесценным опытом и являются сегодня примером для подрастающего поколения. После слияния в этом году двух территорий мероприятие объединило городских и сельских ветеранов впервые, отметил глава Кунгурского округа Вадим Лысанов. Есть в этом зале сегодня фактически представители всех ячеек Совета ветеранов. И, конечно, сегодня все поздравления будут звучать только для вас, ради вас. И мы надеемся, что все добрые, теплые слова, которые будут произнесены в вашем присутствии, вы передадите вашим друзьям, коллегам. Наши матери и отцы, бабушки и дедушки составляют историю трудовой славы Кунгурского округа. Вклад каждого по-настоящему бесценен, отмечают почетные гости праздника. Поэтому поздравления звучат от сердца. От имени депутатов Думы Кунгурского муниципального округа я поздравляю вас с сегодняшним днем. Днем, посвященному опыту, мудрости. Днем, посвященному вам, дорогие наши ветераны. Яркий калейдоскоп музыкальных номеров поселил в душе каждого виновника торжества самые лучшие воспоминания. С легкой грустью на лице они провожали каждого исполнителя, подарившего им теплые моменты. Когда мне попугали счастье по билетику, я три года берегу эту арикметику. Люди почетного возраста – это достояние Кунгурского округа. Мы гордимся вами, равняемся на вас, благодарны вам. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает каждому здоровья, сил, любящих детей и внуков. Пускай пожилой возраст станет лишь началом чего-то нового, светлого и доброго. И как прежде в глазах мы посмотрим друг к другу, и, конечно, еще мне захочется спеть. 2 октября в Кунгуре облачно. Температура воздуха ночью минус 4, днем плюс 7. Атмосферное давление 770 мм ртутного столба. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Сбавь скорость. Тебя дождутся. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держите станцию. Ветер с северо-западной 4 м в секунду. Ветер с северо-западной 5 м в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...